МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии следствия, в феврале в больницу поступила молодая женщина и родила двойню. После исследований врач самостоятельно установил, что один из младенцев имеет патологические отклонения. Доктору они показались несовместимыми с жизнью. И не желая оказывать реанимационную помощь младенцу, врач утопил его в ведре с водой. А после сжег тело ребенка в кочегарке больницы. В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему предъявляется статья «Убийство малолетнего», находящегося в беспомощном положении. Кстати, за это ему может грозить и пожизненное заключение. Подробности еще одного шокирующего дела, касающегося ребенка. Сегодня следователи огласили результаты медэкспертизы младенца, найденного в подсинем. Он был жестоко убит. Смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы, 14 ножевых ранений живота, грудной клетки, шеи и головы. Напомню, тело младенца в лесополосе на берегу протоки Енисей обнаружили мальчишки в куче мусора. У малыша даже не была отрезана пуповина. Ребенок был завернут в пеленки и обмотан скотчем. Расследование продолжается. Сейчас главная задача следователей – найти мать ребенка. В нашу редакцию обратилась жительница Шера. Несколько лет назад у нее сгорел дом. Сельская администрация выделила ей комнату в общежитии. Женщина на собственные средства восстановила аварийное помещение и рассчитывала жить там дальше. Однако местные власти требуют освободить жилье. Насколько обоснованно, узнала Анна Ахпашева. Сегодняшняя ситуация, когда есть реальная угроза оказаться на улице, в жизни Оксаны уже была. Два года назад ее семья жила в трехквартирном бараке. Рассказывает, из-за пьющих соседей жили как на пороховой бочке. Так и получилось. Именно они спалили весь барак. Два часа ночи ребятишки в окно разбудили. Уходите, горим. Мы вот когда выскочили с мужем из дому, ну уже та половина полностью полыхала. Вот такая с пожарной у нас приехала. За два часа полностью все сгорело. Потом был год жизни в съемной квартире. До того момента, как сельская администрация не выделила ей комнату в ветхом общежитии. Правда, прежде чем заехать туда, пришлось постелить полы, поменять окно, проводку. Все это делалось с надеждой на то, что эти метры станут постоянным пристанищем. Но, как выяснилось, у администрации были свои планы. Если надо что-то ремонт делать, надо спрашивать у них разрешение. Но я у них спросила, говорю, можно в комнате я буду менять окно? А на мне нет. Еще грубым тоном, что ничего вы менять здесь не будете. Вам сейчас дается на год. И в течение года вы должны найти себе другое жилье, отсюда съехать. Кажется, вроде бы ремонт не такой сказать, а... Все равно после пожара восстановиться. Остались, и вообще, вот, что мы это делали. Уровень нуждаемости среди вынужденных бездомных определяется в сельской администрации. И, по сути, именно специалисты решают, продлять договор или нет. Отсутствие диалога между простыми людьми и власть имущими в этой ситуации, пожалуй, главная проблема. Я не кричу, говорю. Вы тоже на меня кричите, если будете кричать. Все. Так вы объясните, пожалуйста, я не буду кричать. Объясните, почему я должна объяснить. Потому что данный жилой фонд зарезервирован под... У вас же от временной... Ну, временной, но я понимаю, что я после пожара. Ну, мне куда теперь после пожара деваться-то? А вы у вас не там, что ли, после пожара? Удивительно, но в этой ситуации, правда, есть у обеих сторон. Жилье Оксане действительно выдавалось как временное. За этот год она должна была предпринять попытки решить проблему. Или хотя бы встать в очередь на жилье, как малоимущие. Другой вопрос, что женщине никто не объяснил и не рассказал, как это сделать. Получить информацию и хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне удалось лишь в присутствии нашей съемочной группы. Тон разговора изменился. И договор на аренду обещали продлить. Не будет такой ситуации, что мы придем, мы вещи выставим ее на улицу. То есть в любом случае мы будем сподвигать ее к тому, чтобы она все-таки изменила свои жилищные условия каким-либо способом. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В Бородинской пещере на видео заснят призрак. В нашу редакцию оригинальный материал принесли сами авторы. Они утверждают, современное оптическое оборудование позволило достаточно четко запечатлеть явление, которое не поддается объяснению. Все происходило на съемках видеоклипа к этническому конкурсу красоты. Хакасских девушек фотографировали на фоне живописных мест, в том числе и в пещере. Странности начались еще на подходе. Упал и травмировался оператор. Съемку продолжили, но несчастье преследовали и внутри грота. Оператор вновь упал, едва не разбив аппаратуру. Этот момент заснят на видео. И лишь спустя несколько дней во время монтажа, лишь немного осветлив кадр, стало отчетливо видно, что упасть оператору определенно помогли. Мы не поверили вообще ничем. Мы даже до последнего думали, что это как бы странности просто в оптике, непонятные вещи. Но когда мы сложили один плюс один, то есть именно в саму пещеру, внимательно просмотрели все видео, которое заснято было на этот объектив. Мы поняли, что наш объектив, вот этот 14-й миллиметр, он снимает призрака. Кстати, злоключения авторов видео на этом не закончились. Через несколько дней уже на другой съемке оборудование, благодаря которому удалось заснять спорные кадры, было разбитое и восстановлению не подлежит. К другим темам. В Хакасии начались праймерис, первичные внутрипартийные выборы по выдвижению кандидатов от «Единой России» на региональных и местных выборах, которые намечены на 8 сентября. Первая площадка работала накануне в первой школе Абакана. Кандидаты выступали со своими программами. Среди них и временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин. С подробностями Виктор Лушников. «Единая Россия» проводит внутрипартийные выборы, чтобы определиться с предпочтениями избирателей и выдвинуть кандидатов, которые пользуются наибольшей поддержкой. Для этого в республике отобрано около 2000 выборщиков, причем партию представляет только половина из них. Остальные движения «Общероссийский народный фронт». Среди претендентов на пост главы Хакасии мэр Черногорска Василий Белоногов, заместитель представителя Верховного Совета Сергей Комаров и временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин. «Считается, что такое партийное голосование, если выращаете в правильный язык, помогает партии не обновиться под другим углом, взглянуть на, казалось бы, привычные вещи». Каждый выборщик получил на руки несколько бюллетеней по выборам всех уровней. Процедура такая же, как в большом голосовании. Поставить отметку напротив того кандидата, чья программа больше понравилась. «Все программы мне очень понравились. Конечно, каждая трогает каждого, так как все мы живем в городе и примерно знаем все проблемы. Поэтому хочется услышать, что и о нас заботятся. И все депутаты, все кандидаты высказали, конечно же, все, что нам нужно было». «Но любом голосовании, независимо от того, кого мы выбираем, наш голос, думаю, всегда какой-то решающий, может, даже роль играет». Результаты праймери с преспубликанским выбором были предсказуемы. Безоговорочный лидер Виктор Зимин. Он получил две трети голосов. В партийный список единороссов Верховный Совет рекомендованы также Виктор Зимин, Владимир Штыгашев и представитель профсоюзов Любовь Барабанова. Итоги голосования на пост мэра Абакана многих удивили. Директор первой школы Людмила Гурцова получила вдвое больше голосов, чем Николай Булакин. Может быть, из-за того, что почти половина выборщиков в первой школе по профессии педагоги. Но это результаты только стартовых праймерис. До конца мая голосование пройдет еще на 30 площадках. Дом купца Вильнера в Минусинске будет восстановлен. Здание в запустении уже несколько десятков лет. Но прежде чем начать восстановление, необходимо было провести полное обследование здания. И сделали это наши республиканские специалисты. Итог многолетней работы опубликован. На днях состоялась презентация книги. Дом Вильнера известен далеко за пределами Минусинска. Здание буквально поражает своим видом. На рубеже веков купец Герш Мордухович возводил красивое и огромное по тем временам здание, не жалея средств, смешивая архитектурные стили, привлекая самых искусных мастеров. Даже сегодня, несмотря на полное забвение, архитектурная ценность этого дома неоспорима. Если сейчас пробежаться по главному фасаду, это, разумеется, в целом композиция всего главного фасада, которая выполнена в таком стиле неоклассицизма. Это фигурная кирпичная кладка главного фасада. Вот эти элементы, которые расположены на кровле, атики, башенки, которые на сегодняшний день находятся, наверное, в самом плачевном состоянии. Кованые элементы балконов, лестниц, лепнины на потолке, каменные ступени и уникальные деревянные оконные рамы. Все это представляет собой предмет охраны, памятника истории и культуры. Описать то, что осталось. С такой колоссальной задачей пришлось справляться специалистам кафедры строительства Хакасского технического института и проектной экспертной группы экспертизы недвижимости. В течение последних четырех лет происходила интенсивная работа по этому проекту. Проект «Мы» наш ХТИ начал, потом о экспертизе недвижимости закончил обследование, а проектное решение выдал Томский институт СИП спецпроекта «Реставрация». При подготовке книги соавторы обратились за помощью к историкам. Директор Минусинского музея Людмила Ермолаева помогла отсеять мифы и собрать только проверенные факты. Она же стала еще одним автором. Проектные решения, вынесенные нашими специалистами, будут учитываться при непосредственных работах. Начало восстановления дома Вильнера, как и всего исторического квартала Минусинска, запланировано на 2014 год. Премьера в театре «Читиген» на суд зрителей коллектив представил необычное, без слов, музыкально-пластическое действие «Забытые боги», в основу которого легли и мифы Саяна Алтая. Сюжет постановки на первый взгляд прост. Молодой охотник первобытного племени встречает свою любимую. Пара мечтает о счастье, о детях и вдруг разлучница. Новая любовь. Месть, одиночество. Эта тривиальная история по ходу действия приобретает космические масштабы, напоминая любовь – великий дар, наполняющий человеческую жизнь смыслом, который всем понятен без слов. Их заменяет музыка, ритм, пластика. Эксперимент нам хотелось бы сделать, потому что здесь соединение современных барабанных установок, по-моему, еще ни разу в драматическом театре. Во всяком случае, в Хакасии этого не было. И спектакля, без слов, драматического тоже не было. Приблизительно 2000 земельных участков под строительство индивидуального жилья будет предоставлено жителям республики в этом году, в том числе в рамках реализации проекта «Абакана-Черногорской агломерации». Это предусмотрено целевой программой правительства для различных категорий граждан. Когда начнется ее реализация на практике, в нашей студии рассказал глава Хакасии Виктор Зимин. А также ответил на вопросы, почему не стоит скептически относиться к программе развития малых сел. Смотрите далее ежедневную рубрику «Интервью». А я с вами прощаюсь. Берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...